Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, во вторник, Церковь, воспоминая чудо Архангела Михаила в конях, предлагает для чтения за богослужением Евангелие от Луки, глава 10, стихи 16 по 21. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Даниила. Речи Господь своим учеником, слушая вас, меня слушает, и отметается вас, меня отметается, отметается же, меня отметается, пославши гумя. Возвратишися же седьдесят с радостью, глаголюще, Господи, и беси повинуются нам о имени Твое. Речи же им, видих сатану, яком молнию с небесе спадшат, все даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражию, и ничесо же вас вредит. О, бачи осемь, не радуйтесь, як одуси вам повинуются, радуйтесь же, як у имена ваша написана суть на небесе. В той час возрадовайся Духом Иисуса Рече, исповедуйтеся, Отче, Господи небесе и земли, як утаил иси сия от премудрых и разумных, и открыл иси там младенце. Ей, Отче, як утаку бысть благоволение пред Тобою. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». И в тот час возрадовался духом Иисус и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о встрече Господа и 70 учеников, возвратившихся с проповеди. Увидев Спасителя, ученики радостно приветствовали Его, с восторгом рассказывая обо всех чудесах, совершенных Его именем. Но главным чудом, несомненно, считали изгнание бесов. «Господь, как победитель вражьей силы, дает своим ученикам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражи». Это образное обозначение опасных демонских сил, на которые 70 учеников должны со всей силой наступить своими ногами, подобно победителю, попирающему врага. 70 апостолов являются таким образом «орудиями Божьими в поражении всех злых сил, враждебных Царству Божию». Этими словами Господь выражает, насколько велика данная ученикам от Иисуса Христа власть над злыми духами, в чем апостолы и убедились на собственном опыте. Но равным образом Господь предостерегает учеников «От самоуверенности и гордыни», говоря, «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». И действительно, они должны радоваться не тому, что у них есть такая власть, а тому, что им предстоит со временем получить высшее блаженство в Царстве Небесном. По объяснению епископа Михаила Лузина, в Писании Бог иногда представляется с книгой, в которой записываются имена и дела верных рабов Его. Поэтому быть написанным на небесах значит быть гражданином Небесного Царства или получить блаженство вечной жизни. И эта радость, конечно, должна быть больше, чем всякое земное деяние, хотя бы даже такое необыкновенное, как изгнание злых духов. Потому как совершенно ясно, что величайшая благодать состоит не в том, что сделал человек, а что Бог совершил для человека. Дар стать чадами Божьими должен цениться больше, чем дар творить чудеса, ведь те, чьи имена написаны на небесах, никогда не погибнут. Далее, словословие Бога Отца, Христос говорит также и о мудрости простоты, поясняя, что простой ум может принять те истины, которых образованный ум понять не может. Христианство – это знание самого Христа, требующее не только земной мудрости, но и небесной благодати. Блаженный Феофилакт замечает, то, что говорит Господь, может быть изложено так. «Славлю тебя, Отче, что кажущиеся мудрыми и знатоками Писаний Иудеи не уверовали, а не ученые, и дети уверовали и познали тайны. Кто считает себя мудрым и полагается на свой собственный разум, тот не призывает Бога. А Бог, если кто не призывает Его, не помогает тому и не открывается». Мудрыми и разумными здесь называются книжники и фарисеи, которые были такими в глазах народа, а младенцами – апостолы, по их незлобию, простоте и невинности. Господь скрыл тайны веры от мудрых и разумных, которые не хотели познать их, и открыл младенцам, которые их приняли. Возблагодарив Отца, Спаситель показал, что Он есть Сын, посланный от Него, а воздав эту благодарность от имени верующих, показал, какую любовь Он имеет к ним. Все мы, дорогие братья и сестры, так или иначе призваны к проповеди Благой Вести. А слова сегодняшнего евангельского чтения помогают нам понять, на каких принципах должно основываться такое служение. Во-первых, полное доверие Богу. Во-вторых, открытость по отношению к людям, которым мы несем свет Евангелия. В-третьих, действие благодати через нас, которое выражается в молитве, во всяком добром деле и присутствие любящего сердца там, где не хватает любви. И только являя примером в своей жизни Царствия Божия здесь, на земле, мы приобретаем настоящее сокровище, божественную любовь и нашу близость к Спасителю. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин